Начнем нашу программу с рубрики «Коротко о важном». Субботник «Чистая Подмосковья сделаем вместе» пройдет в Лобни на 20 площадках, как и в советское время, в день рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. Начало экологической акции 9 часов утра. Центральные площадки будут организованы в городском парке, скверах защитников Москвы и на улице Туголуково. Аллея молодости из 18 берез появится в городском парке вдоль пешеходной дорожки, идущей мимо затейной поляны и тихой зоны. Жители города смогут принять участие в акции еще на 12 площадках. Адреса указаны в газете Лобни и на официальном сайте администрации города. Жители домов номер 13, 15 и 17 по улице Юности удивлены отношением строителей к своей работе и к горожанам. Благоустройство на прилегающей территории не проведено. Ощущение, что и бордюрный камень, и брусчатку укладывали наспех. Строительный мусор повсюду, а между тем дома сданы в эксплуатацию. Служба Госадмотехнадзора возбудила пять административных дел по ненадлежащему содержанию компании Мордон РСО территории, канализационных люков, подвездных дорог, тротуаров, бордюрного камня, строительного мусора объемом 600 кубометров. Весенний этап экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» стартует в Московской области в день земли 22 апреля. В рамках акции на территории Подмосковья будет установлено около сотни контейнеров для сбора макулатуры. Экомарафон «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводится с 2014 года в два этапа – весной и осенью. Координатор проекта в Подмосковье Алексей Соколов сообщил, что в рамках акции до конца года будут устанавливаться металлические контейнеры по сбору макулатуры около крупных торговых центров. Предложение об организации контейнерной площадки по сбору макулатуры уже одобрил гипермаркет «Карусель». В регионе 22 магазина торгового гиганта. На парковке каждого будет установлен контейнер. Кроме того, в тестовом режиме контейнерные площадки будут установлены в городских округах Подольск и Красногорск. С 15 по 19 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок» и городе воинской славы Туапсе прошел Всероссийский образовательный молодежный форум «Мы патриоты России». Команда кадета дальней авиации школа номер 3 имени героя Советского Союза Борисова приняла участие в форуме. И хотя в этот раз на форум впервые поехали младшие кадеты 6 класса и девочки из класса благородных девиц, надеемся, что высокую планку, заданную кадетами 10 класса, на всероссийских военно-патриотических слетах в октябре и декабре 2016 года в звездном городке и Сочи они сумеют удержать. 2017 год объявлен годом гражданской обороны. 20 апреля в пожарной части номер 82 у мемориальной доски служащих пожарной охраны города Ловня, участников Великой Отечественной войны, состоялся митинг, посвященный 368-й годовщине создания пожарной охраны России. В мероприятии приняли участие школьники, ветераны и действующие сотрудники ПЧ-82, глава города Евгений Смышляев. Участники митинга подложили венки и цветы к мемориальной доске. Затем в концертном зале детской школы искусств состоялся праздничный концерт и церемония награждения. В городском парке прошла ежегодная экологическая акция «Встреча птиц». Каждую весну в парке торжественно встречают перелетных птиц. Школьники заранее готовят кормушки и затем развешивают в зеленой зоне. В этом году в мероприятии участвовали ребята из всех городских школ. Их поприветствовал глава города Евгений Смышляев. Затем выступили творческие коллективы и уже после Евгений Викторович показал мастер-класс «Как правильно вешать скворечники, чтобы не повредить дерево». Ребята только наблюдали со стороны. Подобные акции акцентируют внимание школьников на необходимости заботиться об окружающей среде. Без птиц не было бы хороших деревьев. Тогда бы они все были мертвы, потому что птицы, они жучков, всяких короедов из деревьев убирают. Как надо помогать птицам? Ну, есть несколько вариантов. Можно делать скворечник или кормушку. Можно просто покормить их, когда они на тротуаре бегают. Мы с дедом иногда берем канистру, вырезаем и вешаем на дереве, туда семечки кладем жареные или сало. В этот раз скворечники для птиц сделали исключительно ученики и педагоги школы номер 9 и подарили их городскому парку. А там, оценивая интерес детей к экологии и творчеству, подход к созданию домиков для птиц, решили в следующем году провести конкурс на лучших скворечников. В следующем году проведен конкурс скворечников, потому что я думаю, что у нас уже есть все права заявить об этом громко в городе. Я думаю, что участников будет еще больше. 29 апреля в 11 часов утра Лобня присоединится к общеобластной акции «Лес Победы». Все участники акции пройдут инструктаж по посадке и будут обеспечены инвентарем. Посадка деревьев запланирована на семи основных площадках. Территория, прилегающая к парку культуры и отдыха. Здесь высадят около 100 саженцев березы. В настоящее время идут подготовительные работы под посадку. Микрорайон «Восточный», Киевский парк, улица «Научный городок», улица «Краснополянская», микрорайон «Катюшки». Главной площадкой станет лесная территория вблизи деревни «Красная горка». Там на площади около 5 гектаров будет высажено 16 450 сеянцев сосны. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года. Цель проекта – увековечить память 27 миллионов советских солдат, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, именным деревом, а также восстановить зеленые насаждения региона. Продолжение следует...